Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья С вами я, Елена Привалова И у нас в гостях выдающийся пианист Мировой известности Алексей Володин Здравствуйте, Алексей Здравствуйте У нас общение по скайпу Алексей живет в Мадриде Окончил московскую консерваторию Известной пианистке Лисовер Саладзе Какое-то время был ее ассистентом Затем решил прекратить педагогическую деятельность И полностью погрузиться в творчество Алексей, а удается ли все-таки целиком погрузиться в творчество? Или все-таки иногда приходится возвращаться также и к педагогике? Ну, вы знаете, педагогика – это тоже в каком-то смысле творчество, да? Безусловно Просто это немножко другая совсем область деятельности музыканта Из педагогики есть исполнительство, есть композиция и так далее Это все, наверное, и то, и другое третье – это творчество Но кому-то что-то ближе, а что-то не так близко Вот мне ближе заниматься вот самим собой Как много вы занимаетесь самим собой? Ежедневно? По много часов? Ну да, благодаря коронавирусу занимаюсь больше, чем обычно По крайней мере, более регулярно Меньше перелетов Ну, это, наверное, как у всех моих коллег Тут я не оригинален Вот меньше провожу времени в гостиницах, в самолетах, естественно Поэтому больше возможностей для того, что вы назвали сейчас творчеством Да, мы с вами беседовали в самом начале коронавируса Когда наша жизнь у всех полностью остановилась Мы были парализованы, если можно так сказать Конечно, репетиции не заменят Вот это общение с публикой и выхода на сцену Расскажите нашим слушателям, какие у вас были ощущения, впечатления Когда после долгого застоя вы впервые вышли на сцену И где был концерт? Вот видите, как мы с вами говорили несколько месяцев назад А как мало всего изменилось с тех пор Полгода прошло, представляете, полгода Да, мне кажется, что все равно как-то все немножко примерно то же самое Какое-то ощущение неопределенности Непонятно того, что будет В общем, с концертными залами, с музыкой По крайней мере, какое-то время сейчас Ну да, действительно, с тех пор я сыграл несколько концертов В Вене были концерты, во Франции, в Германии, в России, кстати, было открытие сезона А вот сейчас должны быть концерты в Швейцарии, в Бельгии, в общем, еще где-то Ну и ощущения какие? Нормальные, поскольку я все это время занимался своим делом, за инструментом А когда я вышел на сцену, я не почувствовал принципиально чего-то другого В каком-то смысле было даже лучше Я себя ощущал даже в каком-то смысле лучше, поскольку Когда музыкант проводит довольно долгое время Состояние концентрации, сосредоточение на том, что он делает И не разменивается на какие-то другие мелочи То потом, наверное, на сцене какое-то ощущение Собранности оно присутствует И погружение в материал, а это всегда хорошо Поэтому я не могу сказать, что вот мы, так сказать, отвыкли от сцены И было непривычно, неприятно Нет, наоборот, было очень хорошо То есть ваша публикация в Фейсбуке, когда вы написали о том, что Теперь все коллеги станут играть еще лучше Это все откравдалось Те, которые играли, простите, что я перебил Которые играли прилично, мне кажется, они будут играть еще лучше А которые играли плохо, они будут играть еще хуже Мне кажется, я не очень люблю философствовать Но мне в этом видится какая-то тенденция Разрывы между двумя полюсами, которые вообще существуют в жизни Можно их обозначить условно добро и зло Количество зла увеличивается там, где оно есть Это зло Количество добра, оно тоже увеличивается Поэтому как на это посмотреть Как вы к этому относитесь, в принципе, да, вообще Где вы выступали в Москве? Можно, конечно, сейчас, потому что небольшой с вами есть У вас на своем есть такой разрыв, две секунды Поэтому можно, конечно, сказать идеалистически Что добро побеждает зло время от времени Но мне кажется, они как-то существуют параллельно До сих пор, мне до сих пор так кажется Но в искусстве тоже, в общем А в Москве было открытие сезона в Большом зале консерватории С госоркестром имени Светланова С дирижером Александром Лазаревым Играли первое Рахманинова Это было, кажется, 7 сентября, если я не ошибаюсь Не так давно И заполняемость зала, это не удивит вас Она была на 50% Это только так вот сейчас разрешено властями Вот, поэтому такая особая ситуация То, что раньше казалось полупустым залом Теперь это считается аншлаг Как все меняется Да, сейчас стакан стал наполовину полным Да, вместо того, что наполовину Такой позволен нам сейчас оптимистический взгляд на вещи Видите, как человек быстро привыкает и к плохому тоже Сейчас стакан оказался наполовину полным Да, а как ситуация в Испании? Удается ли вам играть там? Не, вы знаете, пока у меня какие-то концерты назначены были На вторую половину сезона Посмотрим, получится или нет Поэтому мне сейчас трудно сказать Какие-то концерты проходят вроде бы в стране Но ситуация тоже непростая Все может измениться довольно быстро Вот вы уже долгое время живете в Испании А все-таки родина для вас – Испания или Россия? Ну, родина есть родина Это же такое понятие просто там, где человек родился Это не имеет отношения к тому, где он себя чувствует лучше, хуже Его какие-то взгляды на то, что происходит в стране Родина – это просто понятие такое фактологическое Человек родился Естественно, родина – Россия, само собой Тут даже говорить не о чем Скучаете по России? Ну, я не особенно скучаю по России Поскольку я там бываю постоянно Я немножко, ну, не то, что больше скучал по России Когда был этот перерыв полгода Но просто опять вот само состояние неопределенности Оно навевало какие-то мысли Может быть, не самого веселого порядка Естественно, это был такой период просто Сейчас сообщение, оно хотя бы через какие-то третьи страны восстановлено Можно летать через Турцию, через Швейцарию и так далее То есть, строго говоря, можно полететь в любой момент А ностальгия, она всегда присутствует тогда, когда у тебя нет доступа к чему-то Поэтому многие люди ностальгируют по каким-то старым временам Когда они были молодые и мороженое было вкусное и так далее А сейчас, поскольку у нас все есть, то ностальгия, она немножко нивелируется Ну, кстати, один из ваших любимых композиторов, как раз Сергей Васильевич Рахманов Который эмигрировал в Россию То есть, его ностальгия была связана именно с тем, что он не имел доступ к стране? Ну, я думаю, конечно, да Конечно, поскольку... Но потом Сергей Васильевич, он была лично совершенно особая Он действительно как-то уж очень каким-то особенным коренным образом был связан Именно с Россией, со всем русским, так сказать Всем русским вот этим началом, который есть в России Вот он, так сказать, для меня лично является его воплощением Поэтому, насколько я вообще могу проникнуть в душу Сергея Васильевича Мне кажется, что именно это тоже заставляло его скучать особенно сильно Поскольку очень многие люди точно так же эмигрировали, как и он В Швейцарию, в Америку, в другие страны И у них тоже не было доступа к России Но они, я думаю, не скучали по ней в такой степени Что были же такие случаи, когда, например, по воспоминаниям Сергей Васильевич Разговорился с кем-то в книжном магазине В Париже, по-моему, или в каком-то другом городе Это уже сейчас не имеет такого значения И начал спрашивать собеседника о жизни в России Наслушался каких-то рассказов И потом, вроде бы, такой серьёзный, суровый человек Выбежал, плача из магазина То есть он зарыдал просто Ну, поэтому это во многом говорит в его случае Но нам всем до него довольно далеко в этом плане, мне кажется Увы, увы и ах Но, тем не менее, каждому своё Дорогие друзья, у нас в гостях Выдающийся пианист современности Алексей Володин И я вам немного расскажу о том, куда можно сходить в Риге на этой неделе 24 сентября в 12.00 продолжение концерта в Пикколо в Домском соборе Выступает Илона Биргеле, орган В программе Иоганн Себастьян Бах, фантазия, соль, мажор Александра Марчелло А даже из Гобойного концерта Который переложил для органа Иоганн Себастьян Бах И также колокола неизвестного испанского композитора Видите, Алексей, как раз такая аллюзия к вам также Испанский Правда, вы ещё не композитор А, кстати, есть у вас желание писать? Или всё-таки вот только интерпретация исполнительства? Вот как интересно, вы сказали колокола И у вас возникло, поскольку неизвестно испанского композитора У вас возникла ассоциация У меня как раз с Рахманиновым, о котором мы только что говорили Ну всё вместе, представляете, колокола и Испания всё вместе Да, всё вместе Не, ну композиция-то я занимаюсь в общем время от времени Но это не значит, что всё, что я пишу, нужно играть на людях Я думаю, что каждый исполнитель должен что-то сочинять, хотя бы пытаться Мне кажется, ну не то, что должен, но это действительно очень желательно Это всё-таки создаёт какое-то особое взаимоотношение с музыкой Со исполняемым материалом, со своим инструментом Это, в общем, расширяет какую-то свободу, что ли, человека во время музицирования Какие-то новые грани открывает в произведениях, в которых он играет То есть это здорово, по-моему, сочинять А если хорошо получается, это вообще счастье А если это настоящая музыка, то это ничем не сравнится Поэтому да, я сочиняю, но мало, нет времени Если занимаешься исполнительством, то это очень трудно совмещать Ну а сейчас был карантин Времени было чуть-чуть больше А вообще больше было времени или не больше? Ну это такая иллюзия Кажется, что очень много времени, а когда начинаешь заниматься чем-то Сразу же оказывается, что у них не хватает ни на что Даже во время карантина Вообще, я, наверное, не открою вам секрет, если скажу, что с возрастом Время начинает идти быстрее А именно в связи с этим меньше всего успеваешь Поскольку, опять же, больше всего хочешь сделать Даже не только в смысле количества А в смысле качества тоже халтурить как-то не хочется Поэтому, в общем, даже если учить одно или два произведения То ничего потом не успеваешь совсем А есть такое, что говорят Многие музыканты говорят, что все самое основное нужно выучить до 25 лет Все самые сложные произведения Ну это вопрос такой Вы понимаете, вопрос Вопрос, наверное, какой-то более Может быть, коммерческий даже в каком-то смысле Если ты хочешь зрительно набрать огромный репертуар С которым выступать по всему миру И играть именно очень много произведений То, конечно, надо Ну, я всегда считал, что нужно найти какой-то баланс Между количеством и качеством Если так можно выразиться То есть, иной раз лучше Меньше да лучше А с другой стороны, какой-то репертуар, конечно, набрать нужно Безусловно И с точки зрения памяти Наш организм так работает, что быстрее, конечно, запоминается все Когда мы помоложе С другой стороны, какие-то навыки все равно Хочешь, не хочешь, они приобретаются И в каком-то смысле быстрее учатся позже Знаете, мне сейчас сколько там? 40 с небольшим лет Вот если мы с вами поговорим Когда карантин закончится, или через 20 Вот, тогда, наверное, я буду уже работать медленнее Тогда посмотрим, какие мы выводы сделаем И какие, как говорится, тенденции происходят у нас у всех Да Ну что же, расскажу еще нашим слушателям О концертной афише Также в Домском соборе в 12.00 будет выступать Лига Деюс Иоганн Себастьян Бах Опять-таки фантазия, а уже соль, минор Одна из драматичнейших фантазий Иоганн Себастьяна Баха Также его хоральные прелюди И шар Мария Видор Две части из симфонии номер 5 Кстати, дорогие друзья, если вы хотите сравнить, как играют органисты То я очень рекомендую вам походить на эти концерты 12.00 в Домском соборе Концерты на 20-25 минут И три самых исполняемых произведения Это таката и фуга Ре Минор Иоганна Себастьяна Баха Фантазия соль мажор И таката из пятой симфонии Шарля Мария Видора И как раз можно посмотреть И как каждый органист выстраивает регистровку на этом уникальном инструменте И как он мыслит, это произведение На мой взгляд, очень интересно послушать одно и то же произведение В совершенно разных исполнениях И вот именно у рижских органистов Фантазия соль мажор Баха Это просто лидер по исполнению Также 25 сентября в пятницу в Домском соборе в 19.00 в большой концерт Поступает Лариса Булова, профессор Латвийской академии музыки Органистка и тенор Юрис Висболис У них в программе Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Людвиг Ван Бетховен, Сезар Франк И очень интересный композитор это Юлиус Ройбке Который написал, к сожалению, умер в раннем возрасте Ему было всего 25 лет И он оставил в наследии всего два произведения Под впечатлением своего кумира и своего педагога Ференци Листа Две сонаты, одна для фортепиано и одна для органа Для фортепиано, насколько я знаю, исполняют очень-очень редко Я, по крайней мере, ни разу не слышала в живом исполнении А вот органная соната, это, можно сказать, вошла в репертуар практически каждого органиста При этом она невероятно сложное, 25-минутное произведение В таком действительно в стиле Листа Но Юлия Срубки пошел еще дальше И на этот концерт мы разыгрываем два билета Нужно позвонить в нашу студию 672-12-939 И первый позвонивший как раз получит два билета Алексей, как вы слышали о таком композиторе Юлии Срубки? Я понимаю, что композиторов вообще уйма И знать каждого невозможно И, в принципе, так и получается, что многие композиторы Есть, которые известны в узкой аудитории скрипачей В данном случае органистов Юлии Срубки Единственное, сейчас вопрос мы этот обсудим Сейчас у нас есть звонок Алло, здравствуйте Добрый день Да, вы ходите в Домский собор? Да, ходите Да, позвоните мне, пожалуйста, по телефону После передачи 2-2-0-9-2-9-0-0 Да, спасибо Спасибо Ну вот, Алексей, удавалось Как вы вообще относитесь к таким малоизвестным композиторам? Хочется ли тратить свое время на их исполнение? Или все-таки вот исполнять Шопен, Лист, Бах? А я играл его сонату, кстати, Робки Ну вот, неужели? Ага Я играл его сонату себе моль минорную Фантастика Лет примерно 10 назад Если у вас как-нибудь будет лишних 25 минут Можете послушать на Ютубе и запись концерта Ну я обязательно послушаю Она не видел, правда, на аудио И она фортепиано, не органная Та, которая органная, там по 94-му псалмона, по-моему, называется, да? Да-да-да Ее я не играл, естественно, а фортепиано я играл А на ваш вопрос ответить, хочется ли тратить время Ну вы знаете, я не делю произведения на вот известные, неизвестные На самом деле никакого у меня это значения Это не имеет мне Просто нравится музыка или не нравится Если она неизвестная, а такая же хорошая, как та, которая известная Я буду играть А если какая-то очень известная, она меня самого лично не трогает Или не интересует меня по каким-то причинам Она тоже не будет играть Мне кажется, не имеет большого значения На того же Мэтнера я очень много играл в свое время Подавляющее большинство его произведений до сих пор не особенно известное Но мне музыка нравилась, вот я ее играл Ну вот расскажите, как вы пришли к Робке? Вас попросили сыграть или вы решили сами? Да, меня попросили, посмотрел ноту и решил, что можно сыграть Интересная соната, кстати, она действительно под влиянием Листа написана Этот монотематизм Это, в общем, такие выстраивания Листовских кульминаций По форме она такая одночасная, одночасная, монотематическая Действительно под влиянием своего ментора написана Мне прям очень приятно Потому что я люблю Юлию Сыройбки, его органную сонату Это очень яркое произведение И так радостно, что вы также играли эту сонату Да, потому что, знаете, мы судим этого человека Мы говорим, что вот, так сказать, сравниваем с Листом и так далее А вот действительно, он умер очень рано И представьте, если бы Лист, например, умер 25 лет Или кто-то другой из великих Конечно, мы бы говорили про многих из них Что они подавали надежды И слышны какие-то искры гениальности в их произведениях Но, допустим, мы бы не знали очень многого того, что мы знаем сейчас Ну, того же Рахманинова, например Я не хочу сравнить ни в коем случае Но вот представьте, Рахманинова Второй концерт написан, когда ему было, ну сколько? 27 лет, по-моему, да? Вот представьте, вот не было бы даже второго концерта И всего, что потом Страшный сон Не будем представлять такое Не будем представлять, не будем Просто становится страшно Дорогие друзья, также 25 сентября В пятницу можно сходить в оперный театр И послушать оперу Джузеппе Верди, Набука И в этот же день выступает известный латвийский пианист Рейни Заринш В концертном зале Артиссимо у Инны Давыдовой 26 сентября в 12 часов пикало концерт в Домском соборе За органом Кристина Адамайте И вот у нее программа очень Опять Иоганн, Себастьян Бах Ральные прелюдия, Алла Брева, Ре-мажор И таката из Пятой симфонии А вечер в этот же день Можно сводить детей В 11 часов Латвийский национальный симфонический оркестр Представляет свою серию Ленисонс и Спиридитис На русском языке в 11 часов На латвийском в 14 часов Музыка будет латвийских композиторов В этот же день в латвийском оперном театре Балет Голубой Дунай и Аганн Штраус В 12 и 18 часов Также этот балет поставят 27 сентября в 12 и 18 часов Но я вас приглашаю еще и на свой концерт 26 сентября в 20.00 в церковь Стол Павла Будем выступать вместе с саксофонистом Айгором Рауменисом Выпускницей Московской консерватории Ириной Валикжаниной, виолончелисткой И в программе у нас половина программы Это Астер Пьецола Весна из цикла Времена года История танго и его знаменитый Обливион Но также будет интересное произведение Которое, мне кажется, интересно В первую очередь любителям имена академической музыки Мы исполним трио для саксофона, виолончели и органа Нина Роты То есть все привыкли, что Нина Роты Это в первую очередь композитор киномузыки Но он написал интересные концерты и для контрабаса И вот в данном случае трио Правда, в оригинале оно для кларнета, виолончели и фортепиано И мы сделали такую собственную транскрипцию для нашего трио И прозвучит весьма интересно А этот концерт при свечах в церкви Стоу Павла Начало в 20.00, 26 сентября 28 сентября, это уже понедельник В 12.00 пикало в Домском соборе За органом главный органист Домского собора Художественный руководитель Айгорс Рейнис В программе Антонио Вивальди Концерт «Ре минор» в переложении Иоганна Себастьяна Баха А также Эжен Жигу Большой диалог 29 сентября Эдиты Алпы за органом в Домском соборе В программе Иоганн Себастьян Бах Токата и Фуга Ре минор А также вот мы говорили немного о Фернице Листья Он делал большое количество аранжировок И в данном случае как раз прозвучит Хор из пилигримов Из Тангейзера Рихарда Вагнера Кстати, есть такое же приложение для фортепиано Приходилось ли вам играть, Алексей? Вагнера Нет, не приходилось Я их все знаю очень хорошо, но не приходилось И я желаю вам удачи в вашем концерте 26 сентября Очень хотел бы послушать Спасибо большое А кстати, как вы относитесь к аранжировкам? Транскрипциям? Нормально отношусь Я не могу сказать, что я являюсь большим их поклонником Но нормально отношусь Я не против их и не являюсь фанатом Мое какое-то отношение, оно где-то посередине немножко Что вам приходилось играть? Ну, огромное количество И Листа, и Транскрипция, и Плетнева И Брамса, и... Я не помню, я сейчас могу просто забыть И какие-то двухрояльные транскрипции Не так много, но... Ну, много Они существуют В принципе, само желание сделать транскрипцию Это очень хорошее желание Поскольку хочется своими руками потрогать музыку Которая написана для другого инструмента И если транскрипция сделана так, что В ней присутствует некоторая Такая, так называемая, вода Лишние какие-то ноты Которые присущи фактуре именно твоего инструмента Хотя иногда это тоже, кстати, необходимо Чтобы это не звучало просто Как какое-то банальное и Примитивное предложение Это тоже иной раз нужно То есть здесь нужно соблюдать меру просто То тогда это прекрасно А вообще, в принципе, в оригинальной музыке Особенно для рояля ее достаточно Поэтому мне никогда не тянуло играть Песни Шуберта Лиса там, например Или что-то еще Ну, в молодости просто играешь Ну, я, по крайней мере, играл в молодости Больше виртуозных транскрипций Сейчас я этим почти не занимаюсь А вообще, почему бы нет? А самому не хотелось сделать транскрипции какие-то? Хочется, хочется, да Я бы сделал некоторые Но, опять же, просто для эксперимента Для того, чтобы понимать собственный интеллект Дойдет ли это дело до сцены? Посмотрим Какие произведения? Ну, есть какие-то мысли все время Но я в основном их отбрасываю Поскольку вот именно по той же самой причине Мне кажется, что это не будет лучше, чем оригинал Поэтому какой смысл? А оригиналов, опять же, для рояля Столько написано, что я За всю жизнь не сыграю Сыграть того, что есть Ну, есть какие-то мысли Посмотрим, может быть Я люблю вообще, знаете, больше делать, чем говорить А вот скажешь, что ты уже точно не сделаешь Это касается выучивания Произведения транскрипции Сочинения, вообще всего Как только скажешь, обязательно не сделаешь Есть такой феномен Как только озвучишь Создается впечатление, что ты это уже сделал То есть все мысли действительно должны быть при себе Да и вообще, вы знаете, я помню Я вот весной написал на Фейсбуке Уезжаю сейчас на гастроли 55 концертов подряд 55 концертов Что-то в таком духе написал И вот видите, что получилось в результате Ну, вы знаете, это уж совсем так низко То есть вы впервые написали о том, что у вас 55 концертов? Нет, второй раз Первый раз как-то пронесло, вы знаете Первый раз То есть вот от кого у нас коронавирус Ну да, да, разумеется Разумеется, вот прошлой весной 2019 года тоже я выезжал, что-то было 50 концертов Я их все сыграл Собственно, наручно А вот в этом году не вышло А можно На самом деле это Вы через день играете концерты Или хотя бы через два? Ну, там по-разному Бывало так, что раз в пять дней А бывали так, что пять концертов Или шесть подряд каждый день В общем, от организации много зависит Потом иноразличные люди спрашивают Почему вот так назначены? Не можете ли вы назначать концерты Как-то более разумно? Там, может быть, раз, два, три дня Но я же тоже, так сказать, не такой уж независимый человек Особенно, если это касается больших залов таких Как в Амстердаме или в Лондоне Они бывают заняты другими артистами Которые запланированы, допустим Их концерты запланированы за три года Поэтому если нашлась дата, это очень хорошо Если агентам удастся прицепить еще один концерт Вокруг этой даты И это возможно только на следующий день То играешь Поэтому так это неравномерно они назначаются Вот сейчас более равномерно, например Раз, нет неравного концерта месяц На следующий день равномерно Еще неравного концерта нет целый месяц Сейчас вот гораздо все более разумно Гораздо все более разумно Да Какой ваш любимый концертный зал? А тот, в котором получается хорошо сыграть Вы видите совершенно гениальные концертные залы В которых я играю регулярно И даже можно там на ютюбе это все смотреть Это записи Но вот почему-то выходишь туда И там очень психологически сложно Поэтому Поэтому вот они действительно прямо замечательные Акустические Я не знаю С точки зрения там наполняемости публикой Прекрасно А есть те, которые может быть Акустика не такая хорошая А почему-то вот идет дело в них Но это все абсолютно Не Логически это не объясняется Это все иррационально абсолютно И это касается не только меня Мне рассказывают, что вот очень знаменитых людей Почему-то вот в каких-то городах Вот по наблюдениям музыкантов Вот как-то вот не шло дело Я не хочу сказать, что у меня там всегда не идет Но как-то вот труднее бывает А в каких-то залах проще Вот тех, которые проще Мне очень нравится Ну хотя бы парочку Назовите нам, где вам проще Мне нравится играть в большом зале Констерватории в Москве, например Я не хочу сказать, что это всегда просто Но вот почему-то там какая-то особая Или, например Или, например Херкулес-зал в Мюнхене Мне очень нравится Концерги Баумстердаме Мне очень нравится Куин Элизабет Холл в Лондоне Филармония в Санкт-Петербурге Мне очень нравится Мринка очень хороший зал Тоже новый Там мне немножко труднее всегда Почему-то Я не знаю почему Но тоже очень хороший зал Но есть такие Опять же Это все непредсказуемо И еще опять же Этот фактор суеверия Который я сейчас сказал Вот скажешь один раз Что там играется хорошо И обязательно потом будет по-другому Как-то Я не знаю Мне кажется Я стараюсь вообще об этом не думать Заниматься своим делом А там уж как пойдет Скрипачи Все инструменталисты Почти все Играют на своих инструментах У органистов вообще сложно То есть мы как Встречаем новый орган И нам необходимо Огромное количество репетиций Чтобы подготовить концерт Но и у пианистов Всегда есть выбор Несколько роялей Вы являетесь лицом Какой-то фирмы Или вы можете выбрать Рояль, на котором будете играть Конкретный концерт Ну, знаете Я бы не стал уж так горячиться Насчет того, что Всегда есть выбор Бывает так, что в зале Один инструмент только стоит И который привезли Допустим Какой-нибудь Допустим Не очень большой город Или деревня В которую привезли Из большого районного центра В какой-нибудь Допустим Каталонии В каталонской какой-нибудь Деревне Или в испанской Привозят Рояль Специально арендованный Для этого дела Из Мадрида Или из Барселоны Вот Тут никакого выбора нет Тебя это уже сделали Приходится играть на том Что уже стоит в зале Бывает так, что выборы есть Например В большом какой-нибудь зале Но Один рояль хороший А другой плохой Поэтому выбором Это тоже, строго говоря Нельзя назвать Вот Ну Я как бы представляю собой Стэн Вэй Но Я не думаю, что это очень строго С точки зрения Что я не имею права Играть на чем-то другом Особенно если В концертном зале Не стоит другого инструмента Я никогда бы не стал Себя связывать Ни контрактом Ни какими-то просто Отношениями рекламными С какой-то фирмой Поскольку для меня все-таки важно Провести концерт А не быть лицом какой-то фирмы Или не дай бог Их там рекламировать Понимаете Недавно вышла публикация О том, что раньше Романтические Фортепиано Рояли У них была облегченная клавиатура И 12-25 грамм Потом все Сила нажатия Потом все сложнее 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 Сейчас 50 И больше И действительно Как вы там пишите Это геноцид пианистов Это так Или все-таки С чем это связано Что стало играть на рояле Труднее Нужна физическая сила Ну, во-первых Сначала объясните мне Почему геноцид пианистов Вот если вот так То почему Что они вымирают Что ли получается Ну, получается Все силы тратят Калечат руки Переигрывают руки А что же они хотели Чтобы платили за концерт И большие деньги И чтобы они еще не тратили силы При этом Ну, потратить немножко Ничего страшного Потом Потрудиться немножко Ну, нет Ну, слушайте Сейчас любой молодой человек Или девочка Вообще 12 лет 13-14 Сыграет вам любой этюд С любой скоростью Не пропустив ни одной ноты На этих тяжелых инструментах Поэтому Как-то на геноцид Это не очень похоже То есть все не так Вот посмотрите Если у меня удачный Не дай бог Концерт Я тоже справляюсь как-то Не дай бог Как-то справляйте Ну, а кстати Как вы относитесь К историческим инструментам Нравится ли вам На них играть Или все-таки Вот Современные инструменты Гораздо более Отзвучны И на них проще Исполнить программу Ну, меня интересует Вообще все Что касается музыки В Италии Мне давалось Посетить Как это называлось Фондейшн Я уже забыл Вилла Джулини По-моему И там стояли Различные Исторические инструменты Эпохи Шопена Листа Там Бетховена И так далее Более современные Они все интересны У них Они обладают Своеобразной Индивидуальностью Звуком Какое-то прикосновение Другое Я думаю, что Если рояль современный Действительно очень хороший Очень-очень хороший Поскольку сейчас Это тоже, между прочим Редкость Замечательный инструмент То все-таки У него На мой взгляд Возможности больше Хотя и звучание Другое, разумеется Мы играем Сонату Моцарта Или Сонату Скарлатти Вообще Скарлатти положено Клавесине играть Я считаю Но если уж на рояле То современный рояль Действительно Очень далек От того, как звучал Скарлатти раньше То есть Мне лично Я не могу сказать Что на это нравится больше А если это касается Исполнения Познания Бетховена Или уже не говоря О романтическом Репертуаре То все-таки Все-таки Современный рояль Выиграть Тем более Если вы посмотрите Стиль написания Поздним Бетховеном То в общем Он, как мне кажется Старался преодолеть Возможность своего инструмента В том, как он писал Поэтому Поэтому есть смысл Действительно Пользоваться Привилегиями Преимуществами Современного инструмента Конечно Алексей У нас кто-то Прививается в студию Хотят вам задать вопрос Алло Здравствуйте Здравствуйте У меня вот такой вопрос А могли бы вы Сыграть репертуар Элтона Джона Роковой Который он С большой скоростью Искусством играл Спасибо за вопрос Ну я думаю Что если я посвящу Этому занятию Некоторое время То я смогу Достичь уровень Пианизма Элтона Джона И что-то такое достойное Тоже изобразить Почему бы нет Нас весь в консерваториях Учат очень строго Мы все можем Абсолютно А я не шучу Кстати Я думаю Что классический Пианист Он вообще Может и должен Быть многофункциональным То есть Он может Допустим Что-то не сыграть Допустим Через 5 минут Изобразить Но Если Проявить должный подход То наш человек Должен Уметь абсолютно все На самом деле На самом деле Я тут без снобизма Говорю Мы все можем Ну Алексей Мы вас ждем В Ригу Из программы Мэттнера Из программы Из программы Элтона Джона Нет Это пожалуй От меня вряд ли Но Давайте заказывайте Санатуропки Можете заказать Например Да Санатуропки Конечно Ну кстати Это очень интересно Раз вы играете На любых роялях Потому что В Большой гильдии У нас только Один рояль Многие пианисты Жалуются Говорят Что это не самый лучший Рояль Но А причем На себя Они никогда не жалуются Им кажется Что у них Всегда все здорово Выходит Правда? Ну Не без этого Не без этого В консерватории Действительно Учат всему И Огромное количество Самых разных Предметов Вот Кем вы себя Вот вы были Отличником Или как Недавно У нас В предыдущую среду Был потрясающий Собеседник Георг Пельцис Композитор И он Назвал себя Халтурщиком Что он Слишком Халатно Подходил Ко многим Предметам Обучаясь Консерватории Как вы Просиживали В читальном зале С утра до ночи Ну с утра Я просиживал Но не с утра до ночи Но просиживал Вообще Я с красным дипломом Закончил Это я говорю Без гордости Это просто факт А с другой стороны Вот мне очень близко Как раз Мне не пилетится По поводу Самого себя Я думаю Что каждому человеку Должно назвать Халтурщиком Рано или поздно Вообще Я считаю Это очень просто Честный Какой такой подход То есть Мне кажется Было бы прекрасно Сказать Вы знаете У меня красный диплом Но я мог бы Изучить гораздо больше всего И добиться больше всего И играть получше И сочинить больше И быть вообще Более глубокой личностью Мне кажется Это прекрасно Вот так вот рассуждать Тем более Тем более в молодости Вы знаете В молодости свойственно Все таки Ну и сейчас тоже Но в молодости Особенно хочется И так сказать Наслаждаться жизнью Тоже все таки Да Не только профессиональной Поэтому Нетрудно понять Было бы самого себя Если бы я Только сидел В читальном зале И И не сидел бы С инструментом Например Вам есть еще один вопрос От наших слушателей Алло Здравствуйте Здравствуйте Еще вопрос В эту тему Если вы можете Все с Элтона Джона Исполнить Почему вы на концертах Не исполняете И у него Классическая вещь Крокодилл рок Вы когда-нибудь На концерте Пробовали ее исполнять Спасибо за вопрос Ну вы знаете Крокодилл рок Это замечательно Но просто Это немножко Другой профиль Другая так сказать Профессия И другой жанр Дело в том Что основу Моего репертуара Вообще не только Моего репертуара И именно Не только репертуара Скажем так Программы Классического Сольного концерта Вот тот на который Люди собственно Покупают билеты Это составляет Произведение Совершенно другого стиля И я думаю Что какая бы Обработка Замечательная Элтона Джона Не существовала Я думаю Что это все таки Полистилистика Настолько ярко выраженная Назовем дипломатически Это так Она не произведет Большого впечатления Я думаю Что все таки Программа должна быть Составлена довольно Все таки гармонично Мне так кажется Поэтому да Мы конечно можем все Но если человек может все Это не значит Он должен Вообще В принципе Такая хорошая Избирательность В нашем деле Она должна присутствовать То есть Ну еще и Хочет ли он Это хорошо Оскар Питерсон Это хорошо Вы понимаете Баха Это тоже хорошо Но это все В общем Явление Несколько разного порядка Сейчас мы наблюдаем Как остакую стенденцию Как к смешению Жанров Стилей Некоторую Коммерциализацию Искусства И опять же Не могу сказать Что это прямо Совсем плохо Но Как говорится Количество Иногда Переходит в качество То есть Не то что Оно переходит В другое качество Более плохое Но оно Качество То есть Качество Не знаю Какое слово тут найти В общем Явление Становится явлением Уже другого порядка А мне бы не хотелось Чтобы наш концерт Сольный фортепиано Ставился бы явлением Другого порядка Мне хотелось бы Чтобы он являлся тем Чем он является В данный момент Более-менее Действительно Надеюсь Что так оно и будет Очень долгое время Алексей Как вы готовитесь К концертам Читаете ли письма Или вот Когда вы составляете Новую программу Когда вы делали сказки Ваша программа Что вас сподвигает На это Или просто Открываете ноты Читаете с листа И хочется Начать играть Ну да Если сама музыка Вдохновляет То конечно Это в первую очередь Это сама музыка Разумеется Увлечение Самой музыкой Которую хочется сыграть То есть Начинается все с этого И тем все заканчивается А вокруг этого Конечно Было бы интересно Изучить Жизнь композитора То о чем он Грубо говоря Думал в этот момент И чем он жил В тот момент В тот период Это все конечно здорово Но я не могу сказать Что это сильно помогает Так сказать Музыканту Талантливым образом Овладеть музыкальным материалом Если так канцелярски Можно выразиться Ненавистен такой язык Но Но сыграть получше Короче говоря То есть Ты можешь прочитать Все на свете письма И знать все на свете И играть ужасно И наоборот Это зависит от таланта Вообще интеллект Дело хорошее конечно И начитанность И осведомленность Эрудиция Это все классно Это здорово Но Это не Не панацея И не рецепт Для успешного исполнения Вовсе нет Мы с вами Как раз упомянули Современного композитора Георга Пелецеса Это латвийский композитор Как вы Играете ли вы Современную музыку? Ну Не особенно много Не особенно много Но опять же Не против Я не делю музыку На современную Там не современную Она хорошая Она вся современная А плохая Она вся устарелая Современная И которая Давно была написана В будущее Покажет Может сыграют Что-нибудь еще Ну А вот если Когда Будет желание Ну вернее Не желание Какая будет Новая программа Как вы выбираете Эти произведения? Ну В вашем вопросе Я слышу Не то что противоречия А уже невозможность Ответить Когда будет желание Какая будет новая программа Я должен для этого Желание Должна появиться То есть Моя мысль такая Что Как вы выбираете Эти произведения? То есть Понятно Когда Бетховен Но почему возник Мэттнер? Ну нет И кстати Когда Бетховен Это тоже непонятно Потому что я Очень стараюсь Не привязывать Выбор программы К некоторой дате Или к юбилею Это очень скучно Получается Что я должен Влюблен По собственному желанию Было кино Такое Помните В советское время Ну Как это Вот сейчас Вот я решил Что у меня Должны сложиться Отношения Вот с этим человеком Или с произведениями Нет Это невозможно Просто Если например Долго не обращаешься К Бетховену И действительно Очень сильно любишь Но потом скучаешь И хочется Обвернуться в этот мир То же самое Касается других композиторов Это все Абсолютно интуитивно То есть я наоборот Стараюсь Чтобы тут не было Никакой системы Ах Давно-ка я Вот не играл Я брал В руки шашек Вот надо взять Нет Такого нет Это мне кажется Очень формальный подход Это скорее Он больше уместен В консерватории Когда ты должен Пройти какие-то фуги С прелюдиями Какие-то этюды Иначе ты Так сказать Не пройдешь Так сказать Школу Исполнительскую То есть мы конечно Проходим всю жизнь Но сейчас все-таки Мне кажется Больше зависит от того К чему склонны В душевном плане В данный момент Некоторые исполнители Стремятся Например Исполнить Все творчество Все сонаты Бетховена Все этюды Шопена Я Желаю Исполнить все произведения Органной баха Потом эти люди приходят В ресторан И хотят заказать Все блюда в меню Постепенно Такая систематичность Подходов Понимаете Или например Познакомиться Со всеми Музыкантами Какого-то оркестра Или я не знаю Или Да я не буду Приводить более Радикальные примеры Я думаю Что слушателям Это не очень понравится Я думаю Я думаю Я думаю Надо быть Как-то Все-таки Более Искренне К чему Лежит душа Больше А если Например Сонат Бетховена Какие-то две Допустим Не нравится Такое Может же быть Правда Тогда зачем Вот это вот Ну если Надо записать Коробку То конечно Тут уже Придется Или тебе Заплатят За это Хорошо Тогда Может быть Можно В конце Концов За квартиру Всем тоже Надо платить Условно говоря Тут я не могу Проявить Какой-то Высокомерный Подход И На все Смотреть С точки зрения Чистейшего Искусства И Человека В белых Перчатках Это тоже Не совсем Правильно У каждого Есть свои Принципы Свои причины И так далее Но я стараюсь Делать Особенно Сейчас Возрастом Делать Только то Что мне нравится И даже еще Больше Не делать То что Мне не нравится А что Вам больше нравится Камерное Музицирование Сольные Концерты Или все-таки С оркестром Выступать Это Разно Все-таки Знаете От камерной музыки Испытываешь Больше радости Все-таки Какой-то душевной радости Когда ты Две минуты Не играешь А слушаешь Как играет Например Струнный квартет И ты наслаждаешься Этой музыкой Например В Квинтете Шостакович Или Брамс Есть такие большие куски Когда ты просто Ничего не делаешь И слушаешь что-то божественное Слышишь что-то божественное Это потрясающее ощущение Когда ты играешь Грубо говоря Вторую Санату Шопен У тебя нет Такой роскоши Ты очень сильно занят Просто кроме всего прочего Должен решать Сложнейшие Сложнейшие Исполнительские задачи Это непросто Поэтому Радости Испытываешь меньше Конечно Если вдруг Начинает получаться Ты постфакт Можешь испытать Эту радость Но Пока ты занятый В этом процессе Это в общем Довольно большой стресс Он конечно Такого положительного свойства Вот Исполнение с оркестром Оно намного проще Чем исполнение сольное Поэтому Поэтому Очень многие люди Кстати постепенно пришли К этому Что они Практически Не играют сольные концерты А в основном Пианистка есть такая Вот например Она играет только с оркестром Или Или в дуэтах С какими-то другими музыкантами А сольные уже не дают Это очень большой стресс Так и есть Дорогие друзья У нас в гостях Был выдающийся пианист Алексей Володин Будем очень ждать С концертом в Ригу Будем также рады Новой встрече На нашей передаче Культурная среда Благодарим вас Алексей Что нашли время С нами пообщаться До новых встреч Ходите на концерты Классической музыки Слушайте концерты Классической музыки До свидания Продолжение следует